В Ставропольском крае завершился всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и литературы». Его организовал Минпросвещение страны. Чувашую на состязание представил педагог Чебоксарской школы номер 40 Александр Степанов. Именно он одержал победу на региональном этапе. Наша съемочная группа встретилась с учителем Чувашского и расспросила, что ему дает участие в таких конкурсах. Сара — желтый, Херле — красный, Симес — зеленый. Уроки родного языка Александр Степанов всегда выстраивает в игровой форме. И все 45 минут изъясняется исключительно на Чувашском. Так сказать, полное погружение в среду носителей языка. Разумеется, такую методику преподавания Александр Марсович использует не с целью запутать учеников. Напротив, четко выговаривая каждый звук в изучаемом слове и параллельно показывая предмет, о котором идет речь, дети лучше усваивают информацию. Мне очень нравится Чувашский язык. Он очень весело проходит. Александр Марсович, он очень хорошо проводит Чувашский язык, говорит нам на Чувашском языке. И если мы не понимаем, он подсказывает или пишет на доске. Масштабный конкурс среди учителей родного языка и родной литературы Минпромпросвещение провело впервые. Во-первых, чтобы поддержать педагогов, а во-вторых, чтобы раскрыть этнокультурное многообразие страны. В Ставрополе, к примеру, собрались лучшие педагоги из 68 регионов. Они являются носителями более 30 родных языков. Учителя презентовали друг другу свои наработки в области преподавания, обсудили сложные моменты в работе. Вместе прогулялись по историческим местам Пятигорска и Есентуков. Это для меня очень большой опыт. Это опыт не только для меня, я думаю, что это опыт для всех учителей родного языка. Потому что мое достижение – это не только мое личное достижение. Это достижение, например, моих помощников. Это Чувашское республиканское институт образования Егора Ивановна Семеновна. Это министерство образования. Это, конечно же, моя любимая 40-я школа. Это учителя. Это все их достижения. Лауреатами первого очного тура Всероссийского конкурса, в ходе которого учителя показали, как ведут урок и какими методами добиваются отличных результатов, стали педагоги из 17 регионов. Представитель Чуваша Александр Марсович тоже в их числе. А вот победителем Всероссийского конкурса лучший учитель родного языка и родной литературы стала педагог из Северной Осетии Яна Бекоева. В следующем году Всероссийский конкурс профмастерства пройдет в Карачаево, Черкесии. Елена Михайлова, Алена Алексеева, Михаил Солин. Вести Чуваше.